Здравствуйте, меня зовут Таня. Я почти закончила первый год обучения в университете, и я бы хотела рассказать, почему мне так понравилось учиться там. Нет, это не сарказм, мне правда понравилось. В общем, одним из моих страхов было то, что я думала, что в университете я буду сидеть за учебниками, не видеть света, как в пещере, просто учиться, 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 но это оказалось неправдой. На самом деле, мы с миминокурсниками обсуждали эту тему довольно долго, в плане некоторые из них считают, что ты можешь выбрать что-то одно, либо учёбу, либо своих друзей жизнь, но я считаю, что зачем выбирать что-то одно, если можно выбрать всё. Нет, я имею в виду, что всегда можно найти вот этот баланс между этими вещами, если действительно этого хочешь, потому что мы с моими друзьями общаемся абсолютно так же, если бы я была в своём родном городе, мы просто учимся в разных местах, в разных городах, но мы всегда можем друг друга написать, поддержать, там посмеяться, пошутить, и всё будет нормально. Так вот, вернёмся к учебникам. Мне всегда было очень сложно сконцентрироваться, особенно если информация в учебнике супер неинтересная и скучная, то это вообще что-то из области фантастики, чтобы я что-то поняла и запомнила. Ну, я думаю, это у большинства людей так. Вот. Но здесь в течение всего года было очень много каких-то интересных креативных заданий. Мы писали свои истории с новыми словами, мы рисовали всякие вот эти майн-мэп, плакаты различные. Так же было много мероприятий, которые созданы, естественно, не только для того, чтобы мы развлекались, так же, чтобы мы практиковали свой язык, что очень круто, потому что нам нужно как-то много больше практики. Вот. Так же мне понравилось то, как мы посылали домашнюю работу через почту. Я, конечно, знаю, что это не очень ново, но крутость в том, что я раньше, когда я учила в школе, я могла спокойно списать домашнюю работу перед уроком, как бы, и всё было нормально. Но здесь я так не могу сделать. В плане, конечно, я пропустила большинство дедлайнов, я могла посылать домашнюю работу ночью, вообще, там, в 2 часа ночи, но это как бы уже отдельная история. Вот. И это мне очень понравилось, что, как бы, огромное количество домашней работы... Ну, нет, не то чтобы огромное, достаточно, я бы сказала. То есть, если бы... Я считаю, если бы её было мало или недостаточно, то вряд ли я бы что-то знала и запомнила, и делала бы вообще что-то. Вот. И так же последнее, что бы я хотела сказать, это то, что в школе у меня вообще не было учителя английского языка, то есть, ну, как бы он был, но мы общались вообще не на английском, не об английском, как бы просто на какие-то абсолютно левые темы. И поэтому, когда я поступила в университет, все знания, которые у меня были, я их в большинстве своими получила сама. И у меня в голове была абсолютно каша, мне было очень сложно поначалу, опять же, сконцентрироваться на всём этом, но сейчас я понимаю, что вот эта учёба помогла мне, и теперь мне намного легче вспомнить что-то, и вся информация в голове у меня как-то структурирована, и я считаю, что это очень здорово. Вот. Мне осталось только сдать экзамен по английскому, я надеюсь, что я его сдам. Спасибо, до свидания.